Новый год, Тимоти Снайдер и помощь Украине. Вот о чем мы сегодня поговорим. И вот это видео будет частично, я поздравлю вас с Новым годом, частично это будет об одной очень важной статье Тимоти Снайдера, и почему она важна, я вам объясню чуть позже, и о выводах, которые он сделал еще год назад, и они тоже очень важны. Вот о чем мы сегодня поговорим. Здравствуйте, я Элина, добро пожаловать на мой политический YouTube канал Enough of Propaganda, или Довольно пропаганды. Вот на этом канале мы говорим правду, и в общем, вы можете узнать большое количество информации, например, о войне в Украине. Ну, я хочу сказать, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, помогайте распространять правду, ваши комментарии и подписки очень помогают алгоритму YouTube найти видео, и давайте сделаем правду доступной для всех. Поскольку это мое первое видео в 2024 году, я хочу поздравить вас всех с Новым годом. Сегодня 7 января, это по российскому православному календарю, это Рождество, поэтому я вас поздравляю с Рождеством, тем, кто его отмечает 7-го. Мы как бы обычно отмечаем оба, но вот в данном случае, я даже не знаю, отмечать как-то не хочется, после всего, что произошло, но это будет отдельное видео, а в данном видео я об этом говорить не буду сейчас, о том, что происходило в прошлом году и в этом году, будет отдельное видео. А сейчас я просто хочу вас поздравить, я хочу пожелать победы в Украине, именно это принесет мир, долгожданный мир, как в Украину, так и в Россию. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья, я хочу пожелать вам того, чтобы вы были живы и здоровы, чтобы вы не волновались за ваших близких и чтобы войны больше не было. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, в 2024 году война не закончится, но я на это надеюсь и желать можно всего, поэтому я вот вам желаю всего вам самого доброго. Это Тимоти Снайдер. Для тех, кто не знает, это американский историк, профессор истории Ельского университета. Он специализируется на истории Центральной и Восточной Европы, на истории Советского Союза и истории Холокоста. Вот, что он сказал, мы сейчас узнаем, и почему это важно, мы тоже сейчас узнаем. Я хочу сейчас прочитать вам статью Тимоти Снайдера. Это статья на английском языке, но я ее перевела лучше, чем автоматический перевод. Я покажу вам, где автоматический перевод найти, чтобы вы могли прочитать в основном сами. В этой статье профессор Снайдер обращается в основном к американцам. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на эту статью под углом зрения, например, украинцев, жителей бывшей СССР, например, россиян, как тех, которые живут в России, так и за рубежом, как тех бывших жителей СССР, которые живут за рубежом. Если вы граждане цивилизованных стран, вы тоже можете обратиться к своему правительству. Ну, а россияне могут навести порядок в собственном доме. Поэтому вот посмотрите на эту статью под таким углом. Мне, например, все это знакомо. Но я хочу, чтобы вы вот это увидели немного другими глазами. Статья называется «У соседа горит дом», а мы наблюдаем, как он горит. Мой перевод немного более лучше, чем автоматический, поэтому я сейчас буду зачитывать свой перевод. У вас хороший сосед. Он много делает для вас. Он поддерживает чистоту на улице вокруг вашего дома. Он косит ваш газон, когда вы, например, отсутствуете. Он подписывает за вас посылки, когда вас дома нет, и приносит их вам позже. Ваши дети идут играть с его детьми на заднем дворе. У него дома есть сигнализация с камерой, которой нет у вас, и однажды он прогнал грабителей от вашего дома. Он сделал для вас кое-что, чего вы не заметили, например, что-то хорошее, и вы даже не знаете об этом. А как в тот раз, когда он помешал бригаде по ошибке срубить дерево у вас во дворе. Как он нашел вашего кота на улице и отдал его вашему ребенку. А теперь у вашего соседа загорелся дом. Пламя видно уже. Времени, чтобы отреагировать, предостаточно. На самом деле вы стоите рядом, в нужном месте, поливаете свой сад со шлангом в руке. Пламя находится в пределах легкой досягаемости. Ваш сосед подбегает к вам и просит просто повернуть воду в сторону пламени. Вы отказываетесь. Вы выключаете воду и уходите. А потом вы спешите в подвал и перекрываете вентиль, просто чтобы убедиться, что вашему соседу нельзя помочь. Все, что вам нужно было сделать, это пошевелить рукой и повернуть шланг в нужном направлении. Но вы этого не сделали. Это бы вам ничего не стоило. Питак в счете за воду, который вы не заметите. И если бы вы помогли, вы были бы героем. Ваш сосед будет помнить вас, как и пресса, как и ваши дети, как и все остальные. Но вы решили не помогать. У вашего соседа сгорел дом. И тогда ваш тоже сгорел. Это на данный момент наша политика в отношении Украины. Мы выбираем позволить хорошему соседу сгореть. Украина делает для нас то, что нам нужно. Часто то, что мы сами не делаем или не можем сделать. Она делает для нас то, чего мы не замечаем. Это не мелочи. Сопротивляясь России, Украина показывает миру, что есть люди, которые достаточно заботятся о демократии, чтобы рисковать ради нее. Это снижает риск распространения ядерного оружия и ядерной войны. Показывает, что ядерный шантаж не работает. Это поддерживает международный правовой порядок, выполняет миссию НАТО, отражая или предотвращая российскую атаку, делая войну в других частях Европы очень маловероятной. Это удерживает Китай от рискованных действий в Тихом океане, показывая, насколько сложны наступательные операции. Все это чрезвычайно важные американские интересы, большинство из которых мы не можем реализовать сами. Украина может их выполнить, если мы поможем, хотя бы немного, так что мы даже и не заметим. Украина горит. За последние несколько дней Россия запустила около 500 ракет и беспилотников. По украинскому гражданскому населению. В том числе почти сотню дронов в канун Нового года. Россия продолжает проводить наступательные операции в Украине. Российские пропагандисты и российские лидеры продолжают заявлять о тех же геноцидных целях войны, что и в начале этой войны. Конец украинского государства и конец украинской нации. Украинских граждан, находящихся под российской оккупацией, продолжают подвергать пыткам и депортировать. Украина очень эффективно сопротивляется тем оружием, которое у нее есть. Она открыла Черное море для торговли, чего никто не ожидал. Она сдерживает наступление россиян, нанося им огромные потери. Украина сбивает российские ракеты и дроны. Итак, мы стоим здесь с легким доступом к воде. Было бы так легко помочь. И все же мы отворачиваемся от нашего нуждающегося соседа. Украине нужна наша поддержка, а некоторые представители Конгресса ее блокируют. Сумма, о которой идет речь, не имеет значения, учитывая, сколько мы тратим на национальную безопасность. Ни одна пятицентная монета, которая называется никель, в долларе оборонного бюджета не значит так много, как эти пять центов. И эти пять центов потрачены очень хорошо. В конце концов, бюджет Министерства обороны предназначен для обеспечения нашей безопасности. Эти пять центов на доллар приносят нам безопасность в Атлантическом и Тихоокеанском регионе, снижают риск ядерной войны и обеспечивают высочайшее международное уважение к закону, дают нам ощущение, что у нас есть друзья, которые идут на риск ради благих дел. Нет другого никеля в долларе Министерства обороны, который был бы столь же важен, как этот. И по сути, мы даже не тратим эти пять центов на Украину. Большая часть денег на оборону, которую мы номинально тратим на Украину, на самом деле остается в Соединенных Штатах. Оружие, в котором нуждается Украина, в значительной степени является оружием, на списание которого в противном случае были бы потрачены ваши налоговые доллары, то есть на уничтожение и выброс. Например, у нас есть около тысячи ракет дальнего действия, которые мы скоро заплатим налоги, чтобы их разобрали и выбросили на свалку. Эти ракеты, переданные вместо этого Украине, серьезно помешали бы российским атакам и позволили бы Украине выиграть войну. Мы отключаем воду. Сбегая в подвал, охваченный каким-то странным, саморазрушающим припадком эгоцентризма, мы подвергаем риску собственный дом. Игнорировать ближнего худшее, что мы можем сделать, даже если все, о чем мы заботимся, это мы сами. Все, что украинцы для нас делают, может быть отменено в этом году. Россия может победить и получить стимул начать другие войны, в которых наше участие, вероятно, будет гораздо более прямым. Это может воодушевить Китай, и мы можем оказаться в катаклизме из-за Тайваня. Международный порядок может рухнуть, и мы можем столкнуться с запутанными, трудными и болезненными конфликтами по всему миру. Россия может прекратить поставки продовольствия в Азию и Африку, что приведет к голоду и дальнейшей войне. Каждый может быть деморализован осознанием того, что те, кто рисковал своей жизнью ради демократии, были проданы только потому, что американцам не хватило средств на то, что очевидно является правильным. Так не должно быть. Помочь хорошему соседу легко. Это пожар, который мы можем остановить легким движением руки. Немного изменений в законодательстве, в поддержку Украины, и у всех нас будет более безопасный год и более безопасная жизнь. Я хочу предостеречь от радости сторонников Путина. Немного, господин профессор Снайдер, преувеличиваю в том смысле, что Россия может выиграть войну. В длительной перспективе, в принципе, Россия выиграть войну эту не может. Все эти жертвы бесполезны и зря, которые Россия приносит в этой чудовищной, никому не нужной, кроме Путина, войне. И даже Путину она не нужна. Просто он в нее ввязался и уже теперь не может отказаться без того, чтобы потерять свое кресло, свой трон, который он себе выстраивал долгое время. Он обращается к некоторым американцам. Дело в том, что в США обе партии, как республиканцы, так и демократы, большинство людей в этих партиях поддерживают Украину. Все, что там сейчас происходит, это небольшая политическая заминка, потому что некоторые члены республиканской партии, некоторые члены Конгресса решают свои какие-то политические проблемы за счет Украины. И все. То есть Украина помощь эту получит. Путину надеяться не на что. Но пока это все происходит, несмотря на то, что Европа очень сильно усилила помощь Украине, Украине нужна помощь быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Тем меньше украинцев, и тем меньше россиян, кстати, погибнет в этой войне. Тем меньше жителей той же России будут брошены в эту мясорубку чудовищную. Поэтому вот то, что Снайдер делает, это делается для двух стран. И то, что он говорит, это касается нас всех. Либо мы помогаем Украине, и неважно, мы из России, из каких-то других стран, либо этот пожар придет в наш дом. И он уже пришел в Россию. То, что бомбят Белгород, уже давно. И то, что, ну, не в таких количествах, и то, что по Белгороду пока не прилетало так, как прилетает по Украине, это только потому, что Украина сдерживает себя. Украина бьет только по военным объектам, старается, по крайней мере. Но те добродушные иностранцы, которые хватают Украину за руки и говорят, не используйте наше вооружение, которое высокоточное, которое поможет меньше жертв, чтобы было у мирного населения, они используют старое вооружение, которое у них было советское, которое разносит очень много всего по дороге. Потому что другое вооружение им просят их не использовать. Хотя они имеют полное право на это. По закону ООН они имеют право себя защищать, как угодно. И то вооружение, которое они получили, становится вооружением Украины. Но тем не менее Украина старается, поскольку она нуждается в помощи союзников, старается не использовать западное вооружение на территории России. И из-за этого гибнет больше россиян, чем могло бы погибнуть, если бы они использовали западное вооружение на территории России. Но смысл в том, что Путину надеяться не на что. И мы сейчас поговорим, почему так важно помогать Украине. И обратимся к другой статье господина Снайдера, которую знать важно и нужно всем. Россиянам, украинцам, американцам, всем. Жителям всего мира. Это нужно знать и понимать четко и ясно. Война в Украине это не какой-то рядовой конфликт. Где-то там, нигде. Где, в общем-то, два острова воют друг с другом, и никто при этом не пострадает больше. Это их решение. И какой-то внутренний конфликт. Это борьба за выживание человечества. Сейчас я хочу показать вам еще одну статью, которая была написана год назад, в январе 2023 года Александрой Захаровой. И вот она основывается на том, что говорил Тимоти Снайдер в прошлом. Как победа Украины закончит эпоху империи. Снайдер подчеркивал, что победа Украины в полномасштабной войне с Россией нужна не только Киеву, но и цивилизованному миру. И вот почему. И ранее, вот эти источники уже цитировали мнение Снайдера о том, что Россия должна проиграть войну ради самой себя. И мир выиграет тоже от украинской победы, и для чего она ему необходима. Вот об этих причинах мы сейчас поговорим. Причина первая. Остановить зверства. Снайдер совершенно прав. Российская оккупация является геноцидом. Всюду, где украинцы отвоевывают территорию, они спасают жизнь и восстанавливают принцип, что люди имеют право не подвергаться пыткам, не быть депортированными и убитыми. Причина вторая. Сохранить международный правопорядок. Основа которого в том, что ни одна страна не может торгаться в другую и аннексировать ее территорию. Как это стремится сделать Россия. И не только международный правопорядок, я хочу сказать. Вообще законы, как внутри стран, так и на международной арене. Путин пытается тащить мир и Россию в прошлое, в средневековье. В какие-то махровые времена, когда кто сильнее, тот и прав, закона нет вообще. И каждый, у кого есть оружие, может пойти отобрать что-то у кого-то другого. Мир от этого давно ушел. Именно поэтому демократические цивилизованные страны такие процветающие. Именно поэтому там люди живут дольше. От 8 до 16 лет дольше, как я писала в своей книге в свое время. И они живут намного счастливее. Такой разброс в годах, это зависит от того, мужчина это или женщина. То есть я живу в Канаде уже порядка 19 лет, больше 19 лет. Уже почти 20. И я побывала, я жила в СССР, я жила в России. То есть я жила в двух диктатурах. И я могу сравнить демократию и диктатуру. Это разные вещи. Причина третья. Окончить эпоху империи. Это может быть последняя война, которая ведется по колониальной логике, что другого государства народа не существует. Но этот переломный момент достигается только при условии проигрыша России. И это совершенная правда. Если россияне этого не знают, или кто-то еще этого не знает, можете пойти изучить историю, например, Британской империи. Почему она развалилась, почему она развалила сама себя. Потому что быть империей это плохо, дорого, неудобно. И чудовищно для других стран. И для самой империи тоже. То есть если кто-то думает, что империя будет процветать на крови других стран, нет. Именно поэтому люди поняли, что империи быть невыгодно. Именно поэтому Великобритания выгнала Канаду. Идите от нас. Будьте сами по себе. Не нужны вы нам вообще. Отстаньте от нас. Почему? Потому что это дорого и неудобно. Именно поэтому империи не выдерживают и разваливаются. Именно поэтому современный миропорядок с демократическими странами, когда стараются добиться победы для обеих сторон, стараются, чтобы это было выгодно всем. Вот именно благодаря этому другие страны и стали такими процветающими, потому что они стараются построить общество, где можно выиграть одновременно. Где нет вот этого игры с нулевой суммой и пирога. Если ты съешь больший кусок, мне достанется меньший. Страны перестали играть в эти игры уже давно. Именно поэтому они такие процветающие и успешные. Учите историю Великобритании и Британской империи. Причина четвертая. Защитить мирный проект Европейского Союза. Снайдер прав, что война России не только против Украины ведется. Что Россия собирается нападать на другие страны Европы. И не скрывает этого и не только Европы. Причина пятая. Дать шанс верховенству права в России. Пока Россия ведет имперские войны, она находится в ловушке репрессивной внутренней политики. Грядущее поколение россиян могли бы жить лучше и свободнее, но только если Россия проиграет эту войну. Это то, о чем я говорил. Не будет права международного, не будет права внутри страны. Это значит все, ради чего вы работали, жили, боролись. Любой момент, все это может испариться. Кто-то может прийти и отобрать. Потому что он сильнее, потому что у него больше автомат. Потому что у него, за ним несколько бандитов стоят с автоматами. Вот он может прийти и забрать. Именно туда Путин тащит Россию. Вот в это беззаконие и махровое средневековье, если не дальше. Когда у кого больше дубинка, тот может отобрать себе все, что хочет. Именно от этого давно ушли цивилизованные страны. И России место в ряду цивилизованных стран в конечном итоге когда-нибудь. Я надеюсь на это. Причина шестая. Ослабить престиж тиранов. Тенденция к авторитаризму с путинизмом как силой и моделью уже стала символом этого столетия, пишет Снайдер. И по его мнению, поражение режима Путина от демократии изменит эту тенденцию. Фашизм это сила, и он дискредитируется поражением, уверен Снайдер. Вот это очень важно. Потому что в нескольких странах начинает вот это вот опять поднимать голову тирания. Когда туповатые люди, в некотором смысле туповатые, предпочитают, чтобы ими кто-то управлял, чтобы он им рассказывал, что делать, как делать, расписывал все до деталей, потому что своего умишка не хватает соображать. Поэтому так привлекательно отдать власть кому-то еще, кто за вас будет думать. Тем не менее, мир и мировая история уже доказали, это плохо заканчивается. Причина седьмая. Напомнить, что демократия является лучшей системой. Украинцы, по мнению историков, уже усвоили эту идею, что они сами выбирают себе лидеров и что демократия является лучшей системой, чем тоталитаризм и авторитаризм. И вот совершенно это справедливо, потому что я жила в двух диктатурах и жила в демократии, живу. Никакого сравнения быть не может. Никто не может жить лучше, чем демократия. Демократия несовершенна, но пока мировое сообщество лучше ничего не придумало. Но демократию нужно защищать. Ей нужно защищать каждый день. Она не что-то такое, что появляется само по себе и потом остается таким неизменным. Именно поэтому авторитаризм и тоталитаризм поднимают голову в ряде стран, демократических стран. И не только в этом вина российской пропаганды, но не только. Именно потому, что это легко не думать и отдать свое право думать и решать кому-то другому. Это очень соблазнительно. Для некоторых. Иногда даже для многих. Но мировая история доказала, это тупик. Чудовищный тупик. Причина восьмая. Снять угрозу большой войны в Европе. В течение десятилетий сценарием региональной войны было противостояние с СССР, а затем с Россией. Победа Украины устраняет этот сценарий, делая неправдоподобным еще одно российское наступление. Совершенно справедливо, потому что Россия теряет огромное количество не только людей, но и техники, и амуниции, и всего. И до такой степени дошла, что уже побирается в Китае и в Иране. В Северной Корее, вернее. В Иране. По поводу вооружений. Китай что-то там из-под полы поставляет, но я имею в виду в основном Северная Корея и Иран. До такой степени это значит, что советские запасы уже израсходованы. Именно поэтому Россия не сможет продолжать захватнические войны дальше. И Украина помогла избавиться от вот этого оружия. Но из-за этого погибли украинцы и продолжают погибать. Именно поэтому им надо помочь, и помочь быстрее. Причина девятая. Снять угрозу войны в Азии. Последние годы китайское вторжение на Тайвань было ведущим сценарием глобальной войны. Считает Тимоти Снайдер. Ну и по его словам, победа Украины научит Китай, что такие наступательные операции дело дорогое и скорее всего бесполезное. Что вот поражение Путина научит других диктаторов тому, что нельзя захватывать территории других стран. Это плохо заканчивается. Причина десятая. Предотвратить распространение ядерного оружия. Очень важная причина. Снайдер напоминает, что Украина отказалась от ядерного оружия в 1991 году. И, кстати говоря, Украина имела третий в мире ядерный запас. И она его отдала России. В результате того, что был подписан Будапештский меморандум, по которому Россия, США и Великобритания пообещали защищать Украину, не нападать на нее. И тем более с применением ядерного оружия. Защищать ее независимость и суверенность, суверенитет и государственные границы. И что произошло? Россия в 2014 году на Украину напала. И напала еще раз в 2022. Поэтому, если Украина проиграет, страны, которые могут создать ядерное оружие, почувствуют, что им нужно это сделать, чтобы защитить себя. Я об этом писала еще в 2014 году. То есть вот это нападение России на Украину в 2014 году и то, что США, Великобритания и другие страны, которые подписали отдельные меморандумы с Украиной, не защитили ее, это наглядный пример того, что сейчас любая страна из трех человек будет хотеть иметь ядерное оружие, потому что только это оказывается гарантией безопасности. А те, кто это получит, не захотят его отдавать. Потому что, например, Украина видит, что происходит, если ты его отдал. И это вот чудовищно. Вот это результат российской агрессии один из самых ужасных результатов. Того, что теперь каждая страна из трех человек будет хотеть иметь собственное ядерное оружие. Причина одиннадцатая уменьшить риск ядерной войны. Ну, в общем-то, победа Украины, как говорит Снайдер, уменьшает вероятность двух основных сценариев войны с участием ядерных государств и в целом противодействует распространению ядерного оружия. Ничто так не снизит риск ядерной войны, как победа Украины. И в этом я совершенно с ним соглашусь. Причина двенадцатая предотвратить будущие войны за ресурсы. По словам Тимоти Снайдера, кроме того, что российская ЧВК или так называемая группа Вагнера, которая вовсе не являлась, как выяснилось, ЧВК, она являлась регулярной российской армией, которую Россия кормила из собственного бюджета постоянно. Полностью содержала. По словам Путина. В конечном итоге он в этом признался. Вот на территории Украины они вели упорные бои за Бахмут, потому что люди пригоженно предъявляли на тот момент права. Населенные шахты, например. И то же самое происходит в Африке. То есть не только Вагнера группа, но и теперь всякие современные, новые ЧВК, которые заменяют Вагнер, Редут, например, они делают то же самое, что делала группа Вагнера в Африке. Захватывала ресурсы. Именно ради этого Путин ведет войну из-за ресурсов. Из-за того, чтобы захватить как можно больше ресурсов и контролировать мир либо путем шантажа поставки нефти и газа, либо едой. И отсюда причина тринадцатая. Предотвратить голод. Победа Украины также должна гарантировать поставки продовольствия и предотвратить голод в будущем. Как сказал один российский пропагандист, цитирует Снайдер, голод наша единственная надежда. Именно ради этого Путин выкручивал руки Украине и пытался предотвратить зерновые сделки, потому что хотел заморить голодом сотни миллионов человек в развивающихся странах, в Африке и еще где-то. В Сирии, например. Именно вот это, зажав в кулаке нефть и различные другие ресурсы, а также продовольствие, зерно, например, Путин думает, что вот это позволит ему контролировать мир, потому что мир будет плясать под его дудку либо из страха голода, либо из страха остаться без ресурсов. Именно он превратил ресурсы в оружие. И именно вот против этого выступает весь цивилизованный мир и конкретно Украина, которая себя защищает. Причина 14. Ускорить переход от ископаемого топлива. Владимир Путин своими захватническими действиями демонстрирует угрозу, которую представляет углеводородная олигархия. Для будущего, считает историк Ельского университета Снайдер. И вот именно то, что он пытается использовать энергию и продукты и ископаемые ресурсы как оружие, именно это движет мир к тому, чтобы отказаться от нефти, отказаться от газа и заниматься какими-то другими новыми источниками энергии или не совсем новыми, но мало используемыми до того момента. И в общем-то это хорошо, потому что мы перестанем использовать вот такое ископаемое топливо в конечном итоге, перейдем либо на электромобили, либо еще на что-то. Ну то есть, то, что Путин пытается этим путем контролировать мир, мир находит другие способы. И когда он полностью на них переключится, то Россия, которая полностью поставила себя в зависимости от нефти благодаря Путину и только нефти, ну, окажется в большом проигрыше. Причина пятнадцатая. Утвердить ценность свободы. Украинцы имеют все основания и определяют свободу, как свободу против чего-либо, против российской оккупации, по мнению Снайдера. И он совершенно прав. Но украинцы напоминают всему миру, что свобода действительно нужна для чего-то, для права быть людьми, которыми они хотят быть в будущем и которые они могут помочь сформировать. Как человек, который живет в демократическом государстве, я влияю на политику моей страны, я влияю на политиков, которые в моей стране принимают решения. Ко мне прислушиваются и премьер-министр Канады, и наши непосредственные вот члены парламента, которые здесь находятся. И точно так же происходит в других цивилизованных демократических странах. Демократия, совершенно прав Снайдер в своих других выступлениях, это не что-то навсегда, раз навсегда данное, которое свалилось с неба. Демократию завоевывали, ее нужно защищать. Иначе придет тоталитарный режим. Именно против этого весь мир и борется. И в том числе умные люди в России борются тоже против этого. В конце статьи Снайдер говорит «Я историк политических преступлений. И для меня лично номер один поражение продолжающегося геноцидного проекта было бы более чем достаточной причиной желать победы Украины. Но каждый из остальных 14 имеет огромное значение». И он считает, что такое бывает раз в жизни. Украинцы дали нам шанс повернуть этот век. Шанс на свободу и безопасность, которые мы не смогли бы достичь своими силами, кем бы мы ни были. Все, что мы должны сделать, это помочь им победить. Я в этом отношении со Снайдером согласна. И я хочу сказать, что вот еще к предыдущей статье я живу рядом с американцами. Я там часто бываю. Я была в более чем 42 штатах. То есть то, что Снайдер говорит, он апеллирует к очень небольшой группе людей, себе любивых, которые преследуют свои интересы в США. Но в какой-то степени это касается нас всех, но я хочу сказать, что большинство американцев, которых я знаю, они практически как вот мы в Советском Союзе учили образ советского человека, вот они ему соответствуют в том смысле, что они очень такие, они не думают о собственной выгоде. Многих людей, которые я знаю, они думают о будущем, о чем-то хорошем для всех. И таких людей море. В США, в Канаде, во многих других странах. То есть вот эти сказки, которые Советский Союз рассказывал про капитализм, про то, какие все там циничные, что вот их интересуют только собственные интересы. Нет. Американцы поддерживают Украину, потому что это важно и потому что это справедливо, потому что Украина защищается, а не потому что это какую-то выгоду принесет США. В процессе этой защиты, да, какие-то выгоды США получает, у меня есть целое видео об этом, но они делают это не для этого. И именно вот Снайдер апеллирует к довольно небольшой группе, потому что все нормальные люди, которых большинство и в США, и в Канаде, и в Европе, понимают, о чем идет речь, и они поддерживают Украину и так. Итак, что конкретно мы можем сделать каждый из нас? То есть я вам покажу на моем примере. Я один человек. И то, что я вам сейчас покажу, это только часть того, что я делаю. Поэтому в конце вот 2023 и в начале 2024 года я хочу подвести маленький такой итог. Не для того, чтобы похвастаться, а именно для того, чтобы показать, что может сделать один человек. Вот это страница на сайте Квора, где люди приходят, чтобы задать вопросы, получить ответы. И таких вопросов люди задают много об Украине. В Кворе есть такие, как страницы определенные, она называется Space. И вот на одной из таких страниц называется «Единственная правда о России». Я в этой странице не только контрибьютор, то есть тот, кто предоставляет информацию, но и модератор. Именно поэтому мне видна вот эта вот табличка для модераторов. И здесь написано, что просмотров за последние 7 дней на тот момент, это вот начало 1 января практически 2,4 миллиона человек смотрят только эту одну страницу Space. Я участвую примерно в 22 таких страницах. При этом у меня вот более полумиллиона на 1 января было просмотров моего контента. Я написала 1800 постов, 546 ответов на вопросы и сняла порядка 354 политических видео на ютубе. Но на ютубе у меня просмотров не так много, всего 65 тысяч, чуть больше, ну почти 66. Вот такой главный итог моей борьбы за освобождение Украины и за свободу одной из моих стран России. И вот на Кворе, то есть это достаточно большая деятельность, я хочу сказать, мы помогаем людям узнать правду о политических событиях настоящего и прошлого и боремся с пропагандой. Огромным достижением 2023 года я считаю то, что многие подписчики ютуба и других соцсетей выступили в защиту и отстояли про украинский ютуб канал WorldHawkDefense. Вот у них более 630 тысяч подписчиков, не просмотров, а подписчиков, которые ютуб этот канал закрыл. Я принял участие в защите этого канала и мы победили. Канал не только восстановлен, но еще ютуб извинился перед его создателем. Ну и помимо этого я и моя семья помогали всем, кому мы могли помочь, всем, чем мы могли помочь. Лоббировали помощь Украине, защиту политических заключенных в России, обращались к канадским политикам, ходили на митинги, посылали материальную помощь и оказывали другую поддержку людям из разных стран. В основном практически, не в основном, а целиком из бюджета моей семьи, потому что на ютубе и ни на каких своих политических постах я не зарабатываю ничего. На ютубе у меня элементарно недостаточно подписчиков. поэтому вот этим всем мы занимались. Но помимо этого большая работа ведется по помощи украинцам, которые в других странах уже находятся. Как в самой Украине, так и в других странах. В частности, большим достижением я считаю то, что удалось помочь двум украинцам, которые вот такая дистанционная помощь получилась, потому что я живу в Британской Колумбии, это западный участок Канады, а они попали в Манитобу и в Онтарио. Это вообще как, я не знаю, от Москвы до Омска или Иркутска. И вот таким дистанционным путем удалось помочь людям, которые не знают ни одного из двух государственных языков Канады и не водят машину и не обладают какой-то профессией нужной для Канады. Не только устроиться здесь, но и даже найти работу. Это было очень приятно узнать, что вот недавно один человек из Манитобы нашел работу в Канаде и постепенно устраивается. Это люди, которых Россия выгнала из их домов, выгнала с их Родины и заставила буквально убегать от войны. Поэтому каждый из нас может сделать хоть что-нибудь. Хоть как-то, хоть чем-то помочь Украине и таким образом помочь России и всему миру. Именно к этому я вас и призываю. А пока узнайте правду и будьте информированы. Именно для этого я создала мой канал. Спасибо вам за внимание. Хорошего вам дня или вечера. Хорошего вам Нового года. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова